Добрый день! С вами Лаврентий Ивана Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии, и не только. Обсудим роковое, без преувеличений, полнолуние 24 апреля 2024 года. Луна в Скорпионе, в гостях у владыки Аида и несметных подземных сокровищ, и светило в Тау-квадрате к остановившемуся Плутону. Это всё значит, что следующие две недели именно он будет властвовать и задавать тон. Поэтому этот период следует быть особенно внимательным к знакам. В этот период как никогда станет важной тема самореализации. Плутон – это обнажение всего того, что мешает нашему развитию. Плутон раскрывает, указывает, вычищает всё то, что давно гниёт в наших душах, умах, и является на первый взгляд удобным, но на самом деле это вот то самое болотце. Плутон как ревизор приходит и разрушает иллюзии. И, кстати, в первую очередь иллюзии, оставленные Нептуном 26 лет назад, в конце 90-х, 98-99. Вспоминайте, что там было такого, что давно отжило. Плутон как хирург вырезает лишнее, мешающее самореализации с точки зрения высшего начала. Марс – соуправитель Скорпиона, сейчас с Нептуном и в оппозиции к Лилит. Специально заранее разобрали эту тему очень подробно. Это всё тоже говорит о проработке и вычищении гнилого. Но Плутон, он никогда не разрушает здоровое, помогающее. И только тогда, когда уже действительно всё сгнило и не осталось ничего светлого и чистого, когда карма уже слишком отягощена или путь души настолько отклонился от изначально заданного сюжета, вот тогда Плутон уже начинает уничтожать. Плутон – это преодоление стражей порога, страхов. Он даёт возможность переродиться, возродиться, открывать второе дыхание. Это наши скрытые ресурсы, но в то же время это и катарсис. Если Плутон приводит к страданиям, то лишь для осознанности и для изменения пути. Повторюсь, что Плутон, вот сейчас уходящий в ретро-петлю, означает, что он будет зачищать по темам самореализации. Плутонианское воздействие на человека как рок. Его можно осознать и понять спустя время. Ума непостижимое вот это происходит под Плутоном. Кстати говоря, о Плутоне мы понимаем, что он может воздействовать сразу на большое количество людей. Это может быть, да, вот та самая мобилизация, эпидемия, крах корпораций. Плутон – это, кстати, отравление. Плутон связан и с метро подземное, с массовым гипнозом. Остановившийся Плутон весьма могущественен. Он про мощные кризисы и чёрную магию, и ядерное оружие, и массовую гибель. Марс – соуправитель Скорпиона. Сейчас с Нептуном в рыбах, в оппозиции к лилит. Что будут проблемы с нефтью и её производными, уже понятно. Также он указывает на проблемы с судоходством, каналами, пиратством, вообще водой в целом. Да, и человек состоит на 80% из воды. Мы это с вами уже подчёркивали. То есть здесь ближайшие две недели – это внутренняя трансформация. Итак, полнолуние 24 апреля открывает две недели трансформации, чистки, преображений. И Плутон забирает у человека мешающие. Кстати, если у вас нелюбимая работа, вы жалуетесь, что она ставит вас в рабское положение, то самое время от неё избавиться. То же касается и партнёра, но при условии, конечно, что мы понимаем, что вот эти самые партнёры притянулись по принципу подобия некой проблемы. И самое время не просто избавиться, а решить эту проблему. В корне причём. Плутон, управитель полнолуния, не злой. Он приносит перемены к лучшему. Например, он даст неимоверные силы, если потребуется, чтобы, например, любимое хобби стало приносить и счастье, и прибыль. Но всё, безусловно, через призму духовных ценностей. Кстати, а каковы ваши духовные ценности? Идеалы, моральные принципы. Именно по ним пройдётся ретроградный Плутон в период с конца апреля до 8 октября. И проверит, насколько мы им верны. Так как вот как раз самое время, чтобы обратиться к астрологу. Выяснить, в чём ваше предназначение, в чём творчество, хобби. Через что прибыль? Что исправить? Что преобразовать? Вот как раз этот Плутон, он для этого. Это качественная проработка будет Скорпиона и Плутона. В период уже, когда будет ретроградный Плутон, следует несколько остепениться, умерить пыл, амбиции и заняться исцелением себя. Понятно, что в помощь будет медитация йога-цигун-пранаяма, то есть трансформационные практики себя. Да, кстати, получается, что соляр 2024 года у Путина будет с остановившимся Плутоном. Весьма очень даже интересно. И, кстати, про конец 90-х годов, начало 2000-х, да, то, что Плутон вырезает иллюзии, мы тоже с вами проговорили. Тау-квадрат Плутона к светилам полнолуния говорит о том, что перед нами будут стремительно разворачиваться поистине уникальные и неповторимые исторические события, оценивать которые мы не сможем. Это будут делать уже наши потомки, но это действительно сейчас закладывается новая эпоха. Тау-квадрат Плутона говорит о событиях, несущих в себе демонтаж существующей реальности, мобилизацию, то есть вовлечении всех. И всё же пройдут бесповоротные трансформации. Это тоже нужно принять и не сопротивляться. Воистину интересные, насыщенные событиями времена нас сопровождают. Живём в очень интересные времена. Редчайшие, уникальнейшие аспекты формируют новую реальность на наших с вами глазах. И мы участвуем в этом процессе. Соединение Венеры с Марсом и Плутоном в Козероге, которое происходит всего лишь второй раз за тысячелетие. В прошлый раз мы подчёркивали, это было тогда, когда происходило возвышение Москвы, то есть был построен окончательный град на Семи Холмах, Третий Рим с его мистерией, а теперь вырисовываются очертания нового сакрального пространства. То есть мы говорили, что это смена эпох, пересечении условных цивилизаций и проявления новых смыслов. Квадрат Сатурн, Уран с 20 по 23 год и секстиль Нептун-Плутон, конечно же, это всё об итогах. Это время религиозного смятения и идейные смуты, реформация и смена элит, свержение старых классических лидеров и уничтожение устоев. Эти аспекты про трансформации и воскрешение в Духе. То есть или проявится новый град, или он проявится, но уже без нас. Юпитер стремительно прошёл встречу с Плутоном в 2020 году, что означало жатву некую. Великое редчайшее соединение Юпитер-Сатурн-Плутон в 2020 году была Великая Королевская мутация, которая положила основу новой эпохи на 800 лет. Соединение Юпитер-Сатурн 21 декабря в день рождения Сталина. Это символизировало образ нового кормчего, нового рулевого. Юпитер, кроме Плутона, прошёл за эти годы встречу и с Нептуном, и с Ураном в 2022-2024 соответственно. Соединение Юпитер-Уран с редчайшим парадом планет и оппозиции Марс-Нептун к лилит «Да в ауре дней рождения Елизаветы II Ленина Гитлера». То есть здесь озвучены были сейчас все лидеры прошлого столетия. И эти все аспекты, они нам говорят о чём? Что да, мы должны выработать запрос на новых лидеров, созреть к этим новым лидерам. Но сюжет новый рождается из выводов по предыдущему. И это нужно делать. Только из выводов рождается сюжет новый. Без выводов – бег по кругу. Редчайшая встреча остановившегося Меркурия с Венерой и Раху в Овне, пробуждающим запрос на жизнь, тоже мы сейчас в этом всём участвуем с вами. И, конечно же, и другие редчайшие аспекты, которые мы с вами, безусловно, разбирали. Все они про новый мир другой и нас других. И сейчас Плутон останавливается на фоне соединения замечательного, тоже уникального по своей природе, Юпитер-Уран. При этом в карте Сатурн со звездой Ахернар. Это тот самый огненный карающий меч Херувима, ангела. И Сатурн в рыбах всё-таки дал нам железный занавес 2.0, закрытые границы, принудительную идеологическую перепрошивку, репрессии, теракты, философский пароход, духовное закрепощение. И это всё мы обсуждали. Но это низкие, жёсткие вибрации. Значит, нет осознанного запроса всё ещё на духовное пробуждение. Есть огромное количество иллюзий. И поэтому всё вот так болезненно, собственно говоря, мы и проживаем. Плутон будет чистить теперь, но и создавать в то же время токсичный бэкграунд события, если внутри нас вот этот яд не кипит. Будьте внимательны к мыслям и словам. Меркурий на северном узле всё кармично и будет быстро ещё и, ко всему прочему, материализовываться. Венера при этом с Эридой. Бойтесь желаний, они способны порабощать душу. По-прежнему все события и аспекты проходят под редким парадом планет, которому противостоит лилит. Важно, чтобы планеты показывали ей многогранность и трансформировали вот эту нашу лилит, которая является нашим максимальным отхождением от изначальной программы. А не лилит управляла этими планетами, то есть нашими талантами. Возничий карты Уран. То есть должен быть запрос на обновление и преображение. Разрушение старых отработанных связей, проявление неожиданных предложений, ситуаций. Думаю, мы к этому готовы с вами. Предупреждён, значит, вооружён и восприятие более тонкое. Развивайте свои экстрасенсорные способности, созидайте, сейте добро. Пусть луна в Скорпионе – это не народ, принесённый в жертву и переживающий кризисы, а народ, проходящий регенерацию. Ну, а, конечно, по депозиции Марс и Лилит провокации будут. Эту энергию мы отправляем на работу со своими сущностями и субличностями. Луна в Скорпионе спровоцирует заболевание мочеполовой системы, если внутри нас много яда. Путюмничками как-то это всё трансформируете. Йога, Цигун, Пранаяма – это же хотя бы классика. И помним, что на всех этих энергиях мы входим в очень долгие, крутые сюжеты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных становилось больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook. Вместе будем разбирать ваши натальные карты, искать предназначения, исследовать кармические долги. Почитать наши разборы очень рекомендую и в Телеграм, и в Инстаграм. Это наша с вами дополнительная площадка для разбора самых сложных аспектов каждого дня и поиска их глубинной проработки. И обратите внимание на адрес моего Телеграм-канала, вот только такой и никакой другой. Скачивайте наши астрологические календари. Календарь ингрессий планет на много лет. Скачивайте и будьте синхронны к божественному плану. Будьте режиссерами своей жизни. Ссылки вы найдете по традиции в описании к этому ролику на канале YouTube. Там же будут ссылки и на прогнозы и ингрессии 2024 года. Будьте умничками, с верой в вас и любовью. Ваша Настя, Ваша Настя из Одессы. Пока-пока. Продолжение следует...